Чтобы окончательно понять, что чувствуют люди, стоящие на паперте, просящие милостыню, я решила сама пойти начать попрошайничать. Мне было сложно, в том числе потому, что пришлось врать. У меня на табличке, у меня была табличка, и на ней было написано два слова правды, вернее три. У меня ДЦП. Это была вся правда, и поэтому было очень тяжело. Мне еще пришлось соврать, что у меня нет мамы, что у меня пособие три тысячи при рабочей группе инвалидности, на самом деле. Мы были скептически настроены, в том смысле, что мы думали, что встретим мошенников, а на самом деле услышали много действительно душераздирающих человеческих историй. У меня их семеро, а дед сработает. Сейчас дом валится, где мы живем. Мы на строительство. Вот у меня и паспорт. Есть все. А никто ничего. Вот люди идут, которые помогают. В интернете, моя семья в интернете, мы с семьей в интернете. Все показываем, как строим, люди помогают. Ну, так вот. Я принесла в суд все документы, что у меня нет долгов. Я пенсию получаю, какая остается, сразу оплачиваю. И что вы выясняете? Звонит мне с этого, кто он, что расстроилась? Ну, ты объясняешь. С пенсионного фонда. Я говорю, у вас почему вы мне опять забираете деньги? Сколько надо, столько и будем забирать. Я говорю, есть отмена приказа? Это для тебя отмена приказа, а для нас это ничего. Я не скрываю, что я на паперке уже три года просидела здесь. Покупают продукты, лекарства дают здесь. В основном ко мне подходили мужчины, взрослые. Они подавали мне мелочь. И из-за того, что я испытывала стыд, я честно признавалась им в том, что это эксперименты, поэтому они продолжали со мной беседу. Один мужчина даже попросил мой номер телефона, подарил мне мед. Еще ко мне подходили молодые девочки, подходила одна женщина, но в основном, конечно, мужчины. Это было очень сложно, и вообще было какое-то чувство стыда, и вот было ощущение, что меня жалеют, и это было безмерно неприятно. Деньги мы отдали нуждающимся. Вот тут сумма стояла бабушка в сиреневом костюме, она все время стоит около кофейни, и я отдала деньги ей.